Где-то через полторы недели мы здесь уложим верхний слой покрытия. И скопление воды с таким образом собственно... Конечно, конечно. Такой выездной формат совещания вполне оправдан прямо на месте. Чиновники, правоохранители, общественники, представители подрядных организаций, что называется, держат слово перед министром транспорта края. Уверяют, идут без сбоев, правда пока это все же промежуточные итоги масштабной кампании. Часть совещаний, которые мы в рамках работы проектного офиса проводим еженедельно на территории министерства транспорта Калтайского края, сделать выездными, чтобы подрядчики посмотрели, как у кого организована работа, переняли опыт организации и движения, и производства работ. Посмотрели у кого что хорошо, у кого что плохо, чтобы максимально повысить объективность оценки тех работ, которые выполняют, тем самым повысить качество их выполнения. Сезон открыли раньше обычного на две недели. Значит, рассказывают все те же дорожники, можно надеяться, что работы завершат с приличным опережением графика. В целом в этом году в Новоалтайске должны привести в порядок 9 улиц. На это потратят порядка 100 миллионов рублей. Все благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Хотелось бы отметить, что у нас работает и также продолжает работать с 2017 года мобильное приложение и карта дороги УНФ, на которой, собственно говоря, сейчас на улице Октябренок мы находимся, вошла тройку лидеров по количеству голосов. Показательным выступлением эти действия перед чиновниками не назовешь. Говорят, также ударно трудятся и на других адресах. Вот на этой улице появится не только новое полотно, но и бордюрный камень вместе с пешеходной зоной. Помимо Новоалтайска обновления дождутся многие трассы Барнаула и Наукограда. Проверить новое дорожное покрытие и оценить его скоро смогут и сами автомобилисты. Возможно и правда скоро одной из вечных бед на Алтае станет меньше. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком.